Все как в лихие 90-е. Группа захвата штурмует квартиру с членами преступной группы. Себя они называли заводские. Бандитов подозревают в разбойных нападениях, рэкете, вымогательстве. Накануне задержания они порезали таксиста, у которого требовали 50 тысяч рублей. Это сообщество состояло из жителей заводского района, которые действовали в духе лихих 90-х. Они организовывали сходки, разборки, промышляли рэкетом и другими криминальными проявлениями тех лет. У каждой группы было свое направление. Первые занимались квартирными кражами, вторые – разбойными нападениями, третьи – вымогательствами, четвертые – мошенничеством. Членами банды были несколько криминальных авторитетов 90-х. Выйдя на свободу, они примкнули к заводским. Самые громкие преступления – группировки, разбойное нападение на магазин «Золото» в декабре 2009-го и покушение на совладельца одного из кирпичных заводов. Вижу, вижу, сзади. Давай, подбирай его, дойдем. Новоастраханское шоссе «Погоня». Так, в Саратове задерживают еще нескольких участников преступного сообщества. Всего их поймали 16. Среди заводских оказались 4 домушника. Их задержали еще в апреле. С собой у преступников были отмычки, монтировки, гвоздодеры и радиостанции. Их рукам поддались как минимум 18 замков в квартирах Саратовской области. Двоих подозреваемых полицейские нашли в психиатрической больнице. Для того, чтобы ограбить квартиры, они самовольно покидали лечебницу. Сейчас режим их содержания изменен на более строгий. Екатерина Савина, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.